Приветствую живых и нежить на своем канале, с вами Максимлиана Джонс и мы с вами играем в проект под названием Некросити. Это новенькая стратегия, башенная защита, градостроение, где мы с вами будем оберегать наш зекурат от полчища живых. А получится у нас или нет, узнаете в этом видео, так что пожалуй не будем ждать и приступим к игре, погнали. И прежде чем мы начнем прохождение данного проекта, я хочу познакомить вас с планами на данное видео. Для начала мы с вами пройдем первую миссию, которая своего рода обучение, как и последующие две. А позже мы начнем прохождение четвертой миссии, в которой нас справляется уже в свободное плавание. Это сделано для того, чтобы наш первый взгляд не затянулся на 2 часа, но если вы вдруг хотите видеть полное прохождение, то обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а мы начинаем прохождение первой миссии, погнали. Амиджт the world's chaos, there is one place where law and order prospered. The kingdom of the undead. There, souls of the departed find respite from the turmoil of mortal life in a well-functioning bureaucratic system. But one man, determined to prove himself, is bound to run into trouble, even in a place like this. Подожди, кажется, я о чем-то забыл. Ах, мы уже здесь? Ладно, посмотрим. Что это? Ладно. Убедить брата возложить на меня дополнительные обязанности? Проверить. Отправиться на очень важную миссию по обеспечению обороны важной локации от полчась врагов? Проверить. Если позволите, ваше королевское высочество. Все, что осталось мне и моим верным последователям, это добиться большого успеха. Принц Бенджамин, сэр! А потом... Потом... Моему брату придется... А? Что это за ужасное существо? Я полагаю, что это живые, сэр. Предлагаю усилить оборону и подготовиться к отражению их атак. Ну, конечно, миссия. Как нам это повторить? Добро пожаловать на новый форпост, ваше королевское высочество. Оглянитесь вокруг. А, можно уже было, да? Враги приближаются за их продвижением. Можно следить, наблюдая за шкалой прогресса верхней части экрана. Видимо, вот это. Их целью всегда является зикурат. Нет, защити его от надвигающейся опасности. Да, да, тебе нужны полезные предметы. Создай пять домов для скелетов. Ладно. Дом. А где? Где хочу? Нет, вот здесь надо ставить. А пять домов, ладно. Ты хочешь шесть? С ресурсами уже все понятно. А теперь тебе нужны воины для защиты. Построй для них барак. Албама. Почему барак-то? Такой руины карьер. Ну, ладно. Выбери руины карьер, назначь рабочих и запускай производство. Выберите желаемое количество рабочих. Десять. Отлично, а теперь приступай к строительству шахты костей. Шахта костей. Так, выбери желаемое количество. Десять. А ну, вообще, что я нажал? Никто. Десять? Ладно. Ресурсами уже все понятно. А теперь тебе нужны воины для защиты. Построй для них барак. Обама. Физические бараки. Вот это уже барак. Все, начало игры. Можно мне еще обучение, пожалуйста? На самом деле, классно выглядит. Напоминает старый добрый Warcraft чем-то с HD-графикой. У нас есть запас оружия, чтобы сразу же начать призыв солдат. Призыви пять мечников. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Имей в виду, что рабочие, которые станут солдатами, не смогут работать. Обидно. Это, конечно, грустно. Ты можешь выбрать конкретных юнитов при помощи прямоугольного инструмента, выделения или всех юнитов при помощи О. Выборных юнитов можно собрать щелчком правой кнопкой мыши, они будут атаковать врагов во мере своего продвижения. Двойной щелчок правой кнопкой мыши заставит юнитов продолжить атаку до момента достижения цели. Отличная работа, ваше королевское высочество. Отправьте свои войска и следуйте этот таинственный сундук. Погодите, еще не все же. О. О, не работает. Ладно, выделю по классике. Правой кнопкой мыши. Ой, левый кнопкой мыши. Ребят, смотрите, сундук. Ты только посмотри на это сокровище. Его можно использовать, чтобы призвать больше солдат. Исследуй карту с своими юнитами, чтобы найти больше. Кстати, еще одна полезная горячая клавиша. Shift, левая кнопка мыши. Непрерывная стойка. Выбираешь то, что нужно построить. Нажимаешь Shift и срочь при помощи левой кнопки мыши. Я сейчас вообще не помню. Ладно, а что мне дальше-то делать? Замиссия. Защитить декорат уничтожить всех захватчиков. Еще война в типо призвать. О, мне арбалетчики доступны, 5 штук. Нет, не могу, не могу. Вытащить скелеты из шкафа. Я что-то затупил, что мне надо было сделать. Все, понял. Надо просто исследовать дальше. Хорошо. Пойдем куда-нибудь сюда, направо. Это конец карты. Ну, по дорожке пойдем. Может, что-нибудь интересно найдено. Опа, крестьяне. Крестьяне с вилами, как говорил Папич. Это самый опасный противник. Ну, мы вроде тащим. Нет, что-то мы слабо тащим, конечно. Ребят, давайте, бейте их. Я посмотрю, можно ли еще призвать? Нет, нельзя пока. Почему музыка такая дурацкая, как и из маски шоу? Ну, что-то вообще тяжело идет, конечно. Ребят, ну хоть одного заберите, пожалуйста. Спасибо. Давайте, я верю вас. Работники 4 из 5. Они добывают... Что они добывают? Камень руин. Кости. Цена, 50 костей. Ага. А у меня сейчас сколько? У меня много костей. Не хватает работников. А как увеличить? Здесь еще есть куча работников. Которые не появились. Может, еще надо построить? Где эта штука была? Утилита. Дом. Еще будет. Тут у ребят что-то очень мало. Ну, мне сказали, что в сундуках надо что-то полезное поискать. 15 воинов, да? 200 костей. Проверим. Не, 5 воинов, но это за счет того, что я дом построил. Теперь пойдем сюда налево. А вот еще вверх дорожка есть. Но мне кажется, отсюда враги потом придут. Это типа путь врагов. У меня всего три. Ребят, погодите, погодите. Давайте всех остальных дождемся. Кристаллы души, костяная древесина, каменя воинкости, души. Ребят, догоняйтесь. Но бои какие-то очень медленные здесь, конечно. Либо войны у меня такие слабые. На 15 воинов, 200 костей. Здесь больше ничего интересного же, да? Вроде нет. А можем здесь обойти как-нибудь? Ну, это только первая миссия. Сюда можно пройти. Нет, сюда, наверное, тоже враги пойдут. Блин, а было нескольких арбалетчиков сделать. Ну, ладно. Вот еще сундук вижу. Давайте все вместе встанем, чтобы быстрее открывать. Обращайтесь ко мне только так. Где? Безумно интересно, конечно, геймплей. Все, этих пока нет. Работников у меня нет. А чем это было ресурсы, если я не могу нанять физическая кузница? Ладно, в обучении мне было сказано пособирать сундучки. Полутать. Ну все, наверное, это все сундуки. Ну, тут уже нечего исследовать. Во, все, враги пришли. Так. А мне никого нельзя скрафтить. Окей, откуда они идут? У меня, в принципе, много воинов. Надо побольше этих могил построить. Ой, не утилита. Домов. Ребят, ребят, блин. Бьем, бьем, бьем. Гадов. О, торт бьет меня. Они уже по зигурату бьют. Вы че? Зигурат в опасности. Бейте этого. Ну, я думаю, что это все враги. Три крестьянина пришло и все с вилами. Нифига, я тут армию, но собирала уже конец. Я думаю, что это последний. Мы это сделали, сэр. А, что? В смысле? Конечно, мы победили. Идем. Должны ли вы проинформировать его ужасность? А, нет. Я имею ввиду, что нам, наверное, не стоит беспокоить моего брата. Он должен быть занят. Придумывает новые налоги или что-то в этом роде. Мне не хотелось бы прервать этот процесс. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. И расширяем наши территории в поисках полезных ресурсов. Хотя, подождите, вот это, по-моему, шахта костей. Нет, вот она. Лично мы ее нашли. Посмотрим, что есть еще поблизости. Отлично! Здесь еще и воронка душ. Нам с вами теперь понадобится сколько? 10 рабочих сюда, здесь сюда 30 рабочих. Для этого нам надо построить дома. Но деньги у нас тоже не бесконечные. Так что надо быть аккуратнее. для начала сюда потому что деньги нам будут необходимы для строительства дальнейших домов здесь отправим 10 здесь пока под 5 лишь все правильно почитал да лично все души работают все добывается купим ресурсы строим еще дома добавляем сюда еще по 5 рабочих и теперь нам надо заняться производством сначала мы будем через физических воинов играть то есть нам надо будет построить бараки физические но для начала нам надо создать ресурсы для нашей армии для этого нам нужен завод который будет производить для нас костяную древесину пока рабочих нет а потом физическая кузница также важный показатель это энергия как видите сейчас клеп нам дают плюс 300 остальные отнимают у нас так-то прилично и чтобы строить дальнейшее здание нам нужен некрогенератор будет ну пока у нас еще есть энергия сколько у нас здесь 5 рабочих надо еще кладбище но вообще не говорил что по 10 рабочих везде отправлять но я считаю что самое важное наверное на ресурс отправлять по 10 а здесь принципе можно и по 5 ничего страшного потому что у нас будет всего потом с избытком здесь будем для начала делать мечников теперь нам нужен физический барак но надо вот все отлично всего хватает вот энергии может не платить сейчас то сейчас будет подкопить немножечко денежек потому что энергии не хватает чтоб создавать воинов делаем некрогенератор энергия появилась можно производить бойцов но нам нужны еще работники как минимум пять бойцов сделаем отлично враги пойдут отсюда до волны еще есть время надо поисследовать территорию где могут быть сундуки мини карта здесь не работает в этой бета-версии но я думаю один должен быть где-то здесь а вот он по моему торчит причем без защиты надо наверное обелисков наставить может чего еще полезного увидим вот еще один сундук без охраны и нам еще надо накопить на башню потому что башни очень сильно вас выручает вам скажу башня лучников на 300 монет вот у нас мечей уже с избытком в принципе можно также потом будет на полет перейти что выник войны достаточно слабые душ мы с вами кстати много нас собирали можно на них пока переключиться здесь мы переключимся на арбалеты а все не хватает дай черпались ресурсы тогда вернемся мечей много работников 0 строим дальше дома места уже нет погодите энергии не хватает можно если что уничтожить но деньги я так понимаю не возвращается это не точно на башню нам уже хватает все ставим где-нибудь здесь контролирует да все здесь мы отобьемся спокойно от первой волны ничего страшного пусть пока копится ресурсы у нас правда энергии опять не хватает стран генератор отлично можно произвести даже пару лучников у них расходуются также кости можно не забывать про это что я произвожу сейчас уже ничего 1 у нас есть лишние рабочие нам надо будет построить еще идея на магическую кузнецу чтобы потом здесь тоже как же ресурсы все на строге напали потом на это отключемся ну шо где верни можно также еще ловушки поставить но здесь будет не очень удобно они могут по любому пути пойти то есть ловушки и выглядят вот так и они также расходуют ресурсы которые нам очень важны надо еще магические бараки построить сразу только я не знаю где поставить местами так много что мы как отбиваемся но слабенько смотрите один самый умный обходит и лучников бьет я вот без башни еще варит шансов нет просто 0 их чтоб хоть от кого-то отбиться нам нужно будет еще парочку воинов блин энергии не хватает братьев помоги пожалуйста что ты делаешь зачем ты обходишь с трудом отбились но как я говорил это не гайд ни в коем случае так что их играю я так себе хорошо что нам уже в принципе не нужно вот здесь нам никто не нужен уже сделаем еще парочку физических бойцов и все пусть отдыхают и будем создавать магических 15-20 на церкви у этих сколько урона тоже 15-20 в принципе тоже нормально сейчас еще я хочу двух магические сделать чтобы отправить их вправо чего у нас по ресурсам исчерпались ресурсы я что-то не добываю а у меня костяная добывается вместо того что мне нужно класс здесь мы вроде все исследовали хотя нет можно чуточку дальше пройти посмотреть что там откуда враги пойдут следующий раз справа и сейчас опять накопим на физическую башню нет здесь уже выход давайте вправо сходим посмотрим что там а отлично они пойдут с этого прохода мы можем в принципе магическую дать магическую у нас много ресурсов здесь значит ничего нет идите вниз пока а я хочу ловушки здесь еще раз ставить проклятая земля сжигает врага по всей видимости шипастая ловушка здесь парочку на входе наставить чтобы они с трудом проходили магических ладно отправлю пока сюда хочу найти еще сундучок в принципе можем сделать еще воинов и у построить еще башню не с одной башни мы справимся я думаю надо уже возвращаться все у нас много бойцов я думаю мы спокойно отобьемся здесь я никого не забыл вроде нет все пошли враги но думаю здесь мы легко справимся посмотрим заодно как ловушки работают и не магическая башня ну что где наши враги то как я говорил ранее ресурсов у нас вообще очень много я думаю сколько 9 мечей один арбалет но это я уже не готовлю а тени не так уж и много еще одного бойца у ее и что-то не посмотрел ну вот они идут принципа ловушка можно не ходить туда пожалуйста так куда вы давайте здесь отобьемся пусть они сами идут на нас блин зря я так сделал все пусть они сами подходят сейчас на ловушке повстают все ну мы издет бились ну как на изи относительно если пьяни отвлекся и они не пошли туда их убивать было бы отлично нас еще две волны я думаю слева и снизу пойдут ну как раз слева все исследуем надо проверить что у нас по ресурсам здесь 10 рабочих здесь 10 здесь 10 10 эти книгу заклинаний делать дальников магических ну все надо просто рабочих фигачить и все и башни строить еще не отображается откуда драк пойдет на они должны выделиться как-то но не работать может на ноль нет хотя 0 до на ноль то ноль было не о все понял сундука по ходу здесь нет больше внизу еще вот здесь посмотреть может где-то запрятано я так думаю что направление на половине блин они опять справа пойдут серьезно ну давайте-ка еще одну башню поставим там не ловушек прямо перед входом можно еще же расширить здесь ловушек наставить сжигает врага давайте поджигаем может они не дойдут до меня даже и наверное бойцов дальше производим да и все магические а у меня домов не хватает блин перебор пять таких еще парочку воинов но еще одного рабочего можно на костях ладно война ну все у меня огромная армия слушать я думаю это всех то бить можно даже на ускорение играть и вообще больше не слить за игрой вам чтобы они вперед не пошли уже места нет даже чтобы пройти на ноль погодите две волны а нет они типа обходить будут но сейчас посмотрю как они обойдут топ по ловушкам они еще на ловушках умирают половина не 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 ходите не ходите не ходите вот теперь идите ладно бейте все готова гизи просто уже не чувствуется но думаю дальше будет сложней это по сути же сразу после обучения не наверно думают что я еще играть не умею следующая волна довольно таки скоро придет ни одного сундука да ладно вообще пустость так все уходим назад назад они слева пойдут у меня здесь вообще ничего нет здесь уже будет сложнее охранять сейчас две башни поставим башня лучников на магическую нам еще не хватает капельку нас в принципе всех ресурсов хватает никто мне не нужны рабочие все больше нигде не нужны вытратить мои ресурсы так поставим могу даже еще одну наверно поставить я думаю этого хватит давайте ловушку еще накидаем злой ботинок а я не могу использовать почему-то но все они идут я думаю легко сейчас будет можно еще правда бойцов парочку отправиться на риск у меня рабочих только вот сюда вот сюда вот сюда да не ходите вы к ним сейчас они сами подойдут ой там рыцари пошли так это опасно пусть воюют на шпах все что ли готова начать вообще не почувствовал отличная работа всем спасибо после прохождения этого уровня мы можем с вами что-то прокачать но так как я уже играл в это у меня уже нет очков но здесь можно все улучшить можно улучшить завод душ мечей шипы бараки в общем вот так вот надеюсь вам это хоть капельку помогло понять основы игры но теперь переходим к мнению о данном проекте для начала хочу сказать что играю будет выходить в раннем доступе плюс я еще играю в бета-версию поэтому все может измениться на релизе пока что здесь присутствуют баги я видел пару проблем с переводами также музыка некорректно работает моментами фризит но и множество других мелких багов например мини карта но ничего страшного целом я бы не сказал что мне безумно понравилось не знаю с чем это связано возможно мне показалось не слишком интересно геймплейное решение полу того что это башенная защита возможно дальше с прохождением игры так как свободно здесь нет будет уровне усложняться будут новые испытания но пока на первых парах выглядит довольно таки скучновато то есть в лучшем случае мы успели отстроиться и все дальше можно игру забить но так как я не полностью прошел первый этап да и в целом саму игру это только первый взгляд поэтому я говорю именно так на основе того что я успел видеть за это время что думаете вы обязательно пишите в комментариях но с вами был максимально джонс не давайте подписываться ставить лайки и берегите свой зик ура все видео и и и и и и и